На льду Алиса Гребенщикова и Максим Ставицкий. У рояля дядя Эрнест из 34-й. Красиво! Блин, вообще! Поддержка потрясающая. В общем, дело в том, что Алиса на самом деле молодец. Она с каждой передачей стабильнее, все увереннее, все лучше, лучше. Мы ради этого много работаем, на самом деле. Да, и на самом деле это заслуга в первую очередь Максима. Ну ладно, сейчас трудно комплименты. Ну а что? Но это так, Максим. Спасибо. Но это так, правда. Если бы Максим не был со мной строг, настойчив, Максим все очень точно, очень много мне делает замечаний по делу. Именно это приносит свои плоды. Нет! А! Сложно. Такой копчик. Аршиляк Игорь предложил идею, которая нам сразу бы что-то понравилась. У меня опять наконец будет более-менее красивый костюм. Красивый костюм, да. Более-молевую, наконец. Что я могу сказать, эта пара... А у них, кстати, хороший номер. С очень такими серьезными достоинствами. А Вадим, между прочим, мой партнер по спектаклю. Мы с ним вместе играем. Мы не знали поддаваться. Нет. Никто и не волнуется. Алиса и Максим не будут поддаваться. Они будут танцевать под музыку Феранса Листа «Грезы любви». Алиса и Максим не будут танцевать под музыку Феранса Листа «Грезы любви». Алиса и Максим не будут танцевать под музыку Феранса Листа «Грезы любви». Алиса и Максим не будут танцевать под музыку Феранса Листа «Грезы любви». Алиса и Максим не будут танцевать под музыку Феранса Листа «Грезы любви». Субтитры подогнал «Симон» 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 на все. Последний номер стал действительно украшением всего этапа. Я надеюсь, судьи его оценят по достоинству. Конечно, вы хотите. Да, 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 да. Это наш секрет. Да, я уже понял. Я ваш секрет знаю. Где, где? В этом нижнем? Нет, в тройке, в двойной тройке. В двойной тройке прошло. А, ничего страшного. Алиса Кребенщикова, Максим Ставицкий. Оценки за технику. 6-0, 6-0, 5-9, 6-0, 6-0, средний балл, 5-9, 8-8 сотых. Мастерский на артистизм. 6-0, 5-9, 6-0, 6-0, 5-9, средний балл, 5-9, 9-6 сотых. Общий балл, 1-8, 9-4 сотых. И в этой дуэли побеждает пара Алиса Кребенщикова, Максим Ставицкий. Спасибо вам. Алиса Кребенщик, спасибо. Вот такая трогательная любовь из музыкальной шкатулки. Маша, я буду строга. Ну как так? Ну как? Ну 6-0 техника, да. Но артистизм, это было отыграно ведь на 100%. Ну неужели я не права? Может быть мне немножечко не хватило любви. Хотя я понимала, что это куклы, что это из музыкальной шкатулки куклы, но вот чуть-чуть мне не хватило какого-то именно отношения между ними. Так жалко. А вот мне когда вот бзын, когда закончился этот завод шкатулки, мне прямо захотелось еще раз ее завести, чтобы они еще раз откатались. Так мне понравилось. Правда, Татьяна Анатольевна? Это в следующую субботу. То есть мы увидим продолжение музыкальной шкатулки? Не знаю, спросите у Саши. Я что считаю по этому номеру? Я считаю, что умно, что это куклы. Потому что когда я посмотрела сначала в лист, ну где-то несколько часов назад, «Грезы любви», самое популярное произведение, все-таки в классике так видно, знаете, ну Алиса тянет ноги, да, но этого недостаточно, понимаете? Я и тебе всегда говорила, классика должна быть форма, потому что она должна быть, и все, дальше ставится точка. А здесь так умно, что это куклы, и куклам можно многое позволить. Немножко недотягивая. Поэтому это очень важный ход. Видно несовершенство линий, видно. Но ты их можешь простить, потому что они из шкатулки. И вот это, конечно, самое большое мастерство. Придумать такой номер, чтобы твои недостатки сделали из достоинства. Это была не просто музыкальная шкатулка, это была фигурно-музыкальная шкатулка. Много тренировались, скажите, вот так вот, чтобы обрести эту пластику куклы? Конечно, мы искали вот эту какую-то... И было непонятно, то ли руки должны жить, то ли они должны быть как-то зафиксированы и ездить. Ну вот как кукла, она же не может дышать рукой. И я пока, к сожалению, тоже не могу еще это делать в совершенстве. Вот, поэтому мы решили все-таки как-то вот найти, что Максим говорит. Стесняется. Максим, ты знаешь, я о другом хотела тебя спросить. Когда вы увидели, что предыдущая пара получила достаточно низкие оценки, и там даже была такая оценка, как 5,5, вот что вы почувствовали? Я вот из спорта знаю, что когда посмотришь на пару твоего конкурента, который получил низкие оценки, или увидишь, как они упали, и ты выбегаешь на лед с мыслью, что все элементарно, обычно ты делаешь еще хуже, чем они. Поэтому, во-первых, я стараюсь не смотреть это, вот честно, своих конкурентов. Оценки мы вынуждены слушать. Ну, как, там и 6-0, между прочим, были? Были. Но вы были молодцы, вы не расслабились, и здесь у нас на льду просто запахло Рождеством, когда достаются эти музыкальные шкатулки, и вдруг вот этот вот аромат детства возникает вновь и вновь. Спасибо вам большое. Удачи! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ